26 марта вице-президент США Камела Харрис прибыла с визитом в Ганну. Цель недельной поездки в Африку — укрепление связи США со странами континента. Об этом пишет Washington Post. После Ганы Харрис посетит Танзанию и Замбию. В то же время украинские дипломаты готовят второй визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на африканский континент. Подробнее в нашем следующем материале. Камела Харрис прибыла в Акру, столицу Ганы, 26 марта. Там она проведет три дня. Затем запланированы двухдневный визит в Танзанию, а также двухдневный в Замбию. Цель визита — стремление администрации Пайдена углубить связи с континентом на фоне конкуренции со стороны Китая и России. Я очень взволнована влиянием будущего Африки на весь остальной мир, включая Соединенные Штаты Америки. Когда я смотрю на то, что происходит на этом континенте и на тот факт, что средний возраст составляет 19 лет и что это говорит нам о росте возможностей, инноваций, способностей, я вижу во всем этом перспективы не только для жителей этого континента, но и для всего мира. Особенно, когда мы понимаем, что к 2050 году, как мы полагаем, каждый четвертый житель Земли будет проживать на африканском континенте. Ранее Камала Харрис встречалась с лидерами этих стран во время саммита США и Африки в декабре 2022 года и рассматривает нынешнее турне как продолжение этих диалогов, заявили в Белом доме. Послание такое же, как и во время встречи лидеров африканских стран в декабре. Это то, что Африка имеет значение, континент имеет значение, и наши отношения на континенте имеют значение. Джон Кирби – координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома на пресс-конференции в Вашингтоне. Вторжение России в Украину продемонстрировало, западным странам необходимо наладить коммуникацию с африканским континентом, чтобы ослабить влияние России, пишет «Голос Америки». Голосование в ООН по осуждению этого вторжения разделило африканские страны, на долю которых пришлась половина всех воздержавшихся. Но в этом году ситуацию понемногу начала выравниваться, считает политический эксперт Юрий Олейник. Благодаря западным визитам в страны глобального юга и усилиям украинских дипломатов. Больше государств стали поддерживать Украину, а некоторые государства даже стали нейтрально голосовать за украинские резолюции. Поэтому ситуация сложная, но так как есть определенная продовольственная зависимость некоторых африканских государств от Украины, есть определенная работа Запада и дипломатов Запада, и украинской дипломатии, которая сейчас усиливается. Поэтому немного этот процесс меняется. Эритрея была одним из пяти государств, которые в марте 2022-го проголосовали против резолюции ООН, осуждающей вторжение РФ в Украину. Именно туда в январе 2023-го отправился министр иностранных дел России Сергей Лавров. Местные жители встретили его с характерной для страны гостеприимностью. Первая в истории украинской дипломатии турная министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы по африканским странам состоялась в октябре минувшего года. Уже этим летом планируется второй тур, заявил специальный представитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх в интервью агентству «Украинформ». Глава МИДа готовится посетить новые страны африканского континента. Кроме того, сейчас совместно с офисом президента активно готовится саммит «Украина-Африка». Мы общаемся с научно-исследовательскими институтами, аграрными академиями, нашими экспортерами и видим, как много в Украине современных технологий, о которых в Африке никто не знает и к которым она не имеет доступа. Поэтому наша цель – через подобные саммиты и визиты построить мост для внедрения наших технологий на территории Африки. Максим Субх – специальный представитель Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки в интервью агентству «Украинформ». По словам дипломата, саммит «Украина-Африка» планируется провести в Киеве и пригласить на него лидеров государств всего африканского континента. Мы знаем, что в июле планируется саммит «Россия-Африка» и призываем африканские страны не участвовать в нем. По нашему мнению, безнравственно находиться на территории государства-агрессора в то время, когда продолжается война против нашей страны. Мы бы хотели, чтобы африканские страны бойкотом этого мероприятия, по крайней мере, со стороны их лидеров, продемонстрировали, что Африка не согласна с тем, что делает Россия в Украине. Максим Субх – специальный представитель Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки в интервью агентству «Украинформ». Как рассказал Максим Субх, по поручению президента Украины Владимира Зеленского, в этом году откроется еще 10 посольств в разных странах Африки. Также осенью этого года планируется провести второй саммит «Grain from Ukraine». Наталья Белокудрия, Евгений Кармазин для телеканала «Фридом». А что ж, эту тему будем сейчас обсуждать с нашим гостем Денис Москалик, это координатор направления международной политики в Центре политических исследований «Доктрина». Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы говорили многократно в нашем эфире о том, что сейчас максимально пытаются дотянуться пропагандистские и не только дипломатические, но в своих целях, понятно, узкопрофильных. Российская Федерация именно для стран, как мы их называем, глобального юга, ну и в частности, конечно, информационно, а потом уже дипломатические. Как вы думаете, об этом говорят же и ведь международные представители западного мира, скажем, западных демократий, насколько изменилась ситуация сейчас в работе и нашей, и их, как альянса нашего, с этими регионами, с этими странами для того, чтобы, ну, по крайней мере, не столько перебить всю этот информационный поток, сколько хотя бы выровнять для того, чтобы дипломатически начинать какие-то активные очень шаги, для того, чтобы на нашу сторону и эти государства также попытаться привлечь. По итогу прошлого года, начиная с полномасштабного отражения России в Украину, мы можем ответить позитивную динамику в отношениях Украины с странами глобального юга, прежде всего со странами Африки. Мы видим то, что все больше стран поддерживают Украину на международных площадках. Наконец, обратил мне руководство Украины президент, министр иностранных дел, обратили внимание на Африку. Сейчас Украина проводит там наиболее активную политику за всю свою историю, за всю историю независимости. Президент Украины принял участие в ряде мероприятий международных, с представителями африканских стран. Был проведен впервые в истории дипломатический тур министра иностранных дел Украины в Африку. Мы получили дополнительную поддержку и участие африканских стран в Крымской платформе, в украинских резолюциях, в Генеральной Ассамблее ООН. И сейчас мы видим то, что, несмотря на то, что Украина длительное время игнорировала африканское направление, здесь уже можно отметить явные успехи и результаты как раз за счет того, что сейчас Украина пользуется определенной поддержкой страны стран Запада. Прежде всего, на африканском направлении речь идут о Британии и Соединенных Штатах. И здесь мы видим, собственно говоря, что уже само внимание к этому направлению оно приносит свои плоды, даже несмотря на несопоставимость ресурсов, которые Украина и Россия в течение прошлых лет направляли для работы на африканском направлении. Так иногда смотришь, особенно сейчас Камала Харрис полетела в турне африканское, как вот правильно сказали, Денис, как раньше никогда так активно Украина не работала с Африкой, но иногда кажется, что вдруг все проснулись, и такая сейчас идет борьба. Кто же этот таинственный континент очарует? И в этом смысле мало говорят о Китае. Насколько я понимаю, Китай, в отличие от многих стран Запада и Украины, времени даром не терял. Можете рассказать о китайском присутствии на глобальном юге, то, чего мы вообще никогда не говорим, к сожалению? Китай наиболее активно в течение прошлых двух десятилетий развел свое влияние на африканском континенте, прежде всего за счет экономики и в последние годы в рамках, собственно, проектов, связанных с инвестициями и развитием инфраструктуры в рамках проекта «Один пояс, один путь», который будет включать страны Африки и, собственно говоря, предусматривать развитие этой инфраструктуры, горнодобывающей промышленности, ряд инвестиционных проектов, прежде всего в морские порты, которые, собственно, интересуют Китай на континенте. В данной ситуации мы можем сказать, что, безусловно, именно Китай является лидером в плане влияния и успеха в Африке. Россия здесь сильно отстает. В рамках нынешнего визита вице-президента Соединенных Штатов, ее турне по африканским странам, Гана, Замбия, Танзания, здесь, собственно говоря, главной целью является именно борьба против влияния Китая. Китай для большинства африканских стран является основным экономическим партнером, импортером разнообразной продукции, главным инвестором и, соответственно, кредитором, что, например, видно на примере Замбии, Эфиопии, где огромные части инфраструктуры, железных дорог, терминалов, они принадлежат, собственно говоря, именно китайским инвесторам Китайской Народной Республики или определенным фирмам, которые связаны с ней. В данной ситуации мы видим, что именно Китай является основным соперником в борьбе за Африку для Соединенных Штатов и сейчас США пытаются перебить за счет своих собственных экономических проектов то влияние, которое получил Китай. Дело в том, что в рамках нынешнего конфликта международного, который выходит далеко за пределы российско-украинского фронта, очень важно влияние во всем мире, в разных странах. Это фактор торга, это фактор получения дополнительного ресурса разнопланового. И в данной ситуации именно на Африканском континенте за относительный минимум вложений можно получить на свою сторону дополнительное количество стран. К сожалению, и это касается не только Украины, это касается и, пожалуй, даже большей степени Соединенных Штатов, учитывая их возможности, было игнорирование Африканского континента. Этим пользовались китайцы и за счет этого, расширяя свое влияние, сейчас пытаются их догнать и каким-то образом противодействовать тем проектам, которые Китай реализует на глобальном юге. Еще один очень важный для нас континент, регион, я прошу прощения, это Латинская Америка, где до сих пор воспринимают войну в Украине не совсем так, как большинство западных демократий. И в данной ситуации часто заявляют о том, что это, в общем-то, не их война, склоняясь больше к российскому поддержке России. Ну и давайте не забывать, что, например, танки Леопард, те же, которые нам так необходимы, находятся у Бразилии, у Венесуэлы, у Чили, среди латиноамериканских стран. Но у них нет совершенно никакого желания помогать в этом ни в Европейскому Союзу, ни Соединенных Штатах Америки, ну и тем более Украине. Насколько для нас важен этот регион, чем мы можем заинтересовать их для того, чтобы несколько перебить вот эту вот пропагандистскую такую вот больше, наверное, моральную настроенность на поддержку Российской Федерации, как борца с мировым империализмом, как это любят говорить на российских пропагандистских каналах, да, вот так вот оценивая ситуацию. Прежде всего здесь проблема для Украины в плане Латинской Америки, во-первых, с антиамериканизмом, потому что часто, собственно говоря, антиукраинское направление в политике, в информационной политике, в частности, в редакционной политике определенных изданий, оно связано с отношением с Соединенным Штатом. Соединенные Штаты поддерживают Украину, и из-за этого уже есть определенные проблемы, связанные с тем, что многие в Латинской Америке, в частности, политически активные граждане, сразу же относятся к этому с подозрением. Во-вторых, это вопрос, собственно говоря, сотрудничества длительного с Китаем, с Россией, как раз в пику Соединенным Штатам, и нежелание вмешиваться в те конфликты, которые сейчас разбираются в мире. То есть Латинская Америка длительное время, по мнению многих ее жителей, она находится под влиянием Соединенных Штатов, которые часто являются для нее вредным. Соединенные Штаты пытаются получить их поддержку, при этом сами страны Латинской Америки пользуются выгодами от сотрудничества с Китаем, и в меньшей степени, как в случае, скажем, с Кубой или Венесуэлой, с Россией. В этой ситуации эти страны пытаются таким образом проявить себя как государство, которое ориентировано на собственные интересы, и таким образом заявить о защите собственного суверенитета, то, что они не пойдут на очередную войну или конфликт с кем бы то ни было, если это будет привидеть их интересам. Плюс здесь еще, естественно, играет определенная инертность украинской политики в регионе, украинской дипломатии и работы украинских средств массовой информации. То есть если в случае Африки, насколько я знаю, уже реализуются определенные проекты, как минимум начиная с прошлого года, то Латинская Америка вообще довольно именно в Украине бедна в плане специалистов и в плане людей, которые готовы там работать и на этом направлении реализовывать определенные проекты, связанные с украинским влиянием или как минимум проукраинским влиянием, направленным против России. Это все делает возможности для какого-то прогресса там крайне ограниченными, даже в сравнении с Африкой. Денис, вот мы говорили о том, что министр иностранных дел Украины Кулеба собирается во вторую уже поездку по африканскому континенту. Наверняка в плане у него и посещения Латинской Америки, Юго-Восточной Азии. Вот вы говорите, что десятилетиями, давайте сейчас не про Россию, в конце концов, тающую экономическую мощь, десятилетиями Китай вкладывал деньги, инвестиции, инфраструктурные проекты, в том числе именно и Латинская Америка. А что может привести Дмитрий Кулеба, кроме слова, яркого слова и рассказа о войне? Вот какие у нас еще есть рычаги для того, чтобы их повлиять, опять же, кроме свидетельства о агрессивной преступной войне Путина и России в Украине? Ну, два ключевых направления внешнеэкономической деятельности для Украины, которые приносят в страну валюту, речь идет, прежде всего, о продовольствии и металлургии. Это, собственно, два кита, которые являются основными экспортными продуктами в целый ряд регионов. Это то, что может заинтересовать местные компании, правительство, именно в плане сотрудничества на данном направлении. Плюс это еще также технологии, в частности, в сфере военно-промышленного комплекса, для инфраструктуры, строительства электростанций, дорог, необходимые, собственно говоря, для этого комплектующие, которые производятся в Украине, например, в Харьковском турбоатом, строительство возможностей также торговых кораблей. Все это то, что может заинтересовать наших партнеров уже и в Латинской Америке. Тут, естественно, необходимо учитывать, что экономическое влияние информационное, оно должно идти рука в руку, под контролем и при прямой поддержке государства. В противном случае как-то компенсировать быстро отсутствие внимания к целому континенту не получится. Ну, хотя бы попробовать подействовать через те страны континента, как вы говорите, которые, некоторые из них входят в большую двадцатку, то есть достаточно влиятельные страны, такие как Бразилия, Аргентина и Мексика, если я не ошибаюсь. А вот если не удается на всех одновременно, то, может быть, через вот эти входные ворота, ну и плюс ко всему площадки, которые используются и, среди прочего, этими странами международные, для того, чтобы решать какие-то проблемы. Мы понимаем, что с ООН это крайне сложно будет сделать. А вот такие площадки, опять же, как большая двадцатка и встречи на этом уровне, может быть, вот туда перенаправить точечно, как говорится, свои усилия? Тут, прежде всего, необходимо ориентироваться на те страны, которые имеют наилучшее отношение, ориентируются в своей внешней политике на дружественные к Украине центры западной демократии. Это, прежде всего, речь идет о Вашингтон и Лондон. В случае Латинской Америки, безусловно, наиболее перспективным является направление работы с Мексикой, как близкое в плане своей внешней политики Соединенным Штатам. В случае Бразилии – это Лондон и использование связей, которые могут нам предложить наши британские партнеры. Собственно говоря, уже в плане контекста Африки была встреча между представителями Украины и президентом Анголы в столице Бразилии. Как раз это было определенным прорывом в плане отношений, потому что Ангола длительное время проводила пророссийскую политику. Сейчас же дополнительные возможности открываются в плане реэкспорта советских образцов вооружений, которые есть у Анголы в очень большом количестве. Собственно, здесь как раз использовалось в качестве площадки именно Бразилии. Бразилия длительное время проводила проамериканскую и проабританскую политику на континенте. Она в меньшей степени ориентирована экономически на Китай, чем, во всяком случае, Аргентина на данный момент. Это открывает возможности для развития сотрудничества с ней, в случае, если Украина проявит достаточно инициативы и заручится поддержке своих иностранных партнеров. Понятно. Да, но это вы просто говорите, я так вспоминаю, до войны, по-моему, у нас даже прямых рейсов сообщения не было с Латинской Америкой, да? Нет, но зато у нас есть договора о безвизе с большинством стран Латинской Америки. Так что, в принципе, про Украину знают там, но, к сожалению, у нас не хватает специалистов, которые бы занимались Латинской Америкой. Ну и, собственно, внимания от официальных или неправительских организаций, которые бы каким-то образом налажили в этом отношении. Испанский и португальский для начала, для начала. До всего надо учить испанский и португальский, да, для того, чтобы как-то... А вот интересно, если они, у них во многих этих странах есть антиамериканский нарратив такой, да, неприятие Америки как страны, навязывающие свою волю, капиталистическая страна и так далее, там они многие пережили левые повороты в своей истории. А почему мы не можем убедить их в том, что Путин империалист? И как это можно сделать на их примере? Или это все-таки недостижимо? Может быть, их пугает то, что благодаря российской пропаганде, из-за российской пропаганды за Украиной закрепилась репутация страны с правыми идеями, с традиционно националистическими, патриотическими, так скажем, склонениями. Может быть, это их тоже пугает? Я бы не сказал, что они настолько конкретно вовлечены в нарративы российской пропаганды, касающиеся нацизма, национализма. Это все довольно чуждо. Скорее, здесь проблема в том, что Украина вообще не проводит политику сопоставимую с Россией. Russia Today во многом целенаправленно вещает именно на местную аудиторию. Ориентируясь не только в плане языка, но и в плане отдельных нарративов, используя, собственно, бэкграунд левых идей, их популярность. Это очень четко видно, собственно говоря, по подбору материалов, которые они публикуют. То есть там специалисты, которые интересуются не просто на перепечатку, собственно, то, что делает российская аудитория, а именно на аудиторию латиноамериканскую. Это целенаправленная политика, которая финансируется, которая поддерживается со стороны руководства, их медиахолдинга и государственной пропаганды. У Украины нет ничего подобного, поэтому, естественно, мы не видим здесь прогресса. Что здесь необходимо? Просто работать на этом направлении и с опорой на имеющиеся медиаресурсы, друзей Украины на Западе, мы сможем довольно быстро добиться результатов, если, естественно, будет от этого поддержка на высшем уровне со стороны руководства и правительства, и неправительственных организаций, вовлеченных в проекты, связанные с борьбой против российского влияния. А скажите вообще, вот как вы думаете, как этот процесс должен выглядеть? Это влияние через средства массовой информации альтернативные, или через соцсети альтернативные на само население, на общество? Или это влияние все-таки на каких-то политиков и opinion leaders, как мы говорим, лидеров общественного мнения? Кто может все-таки перебить эту информационную волну российскую? Потому что мы прекрасно понимаем, что там, кроме слов, на деле никаких дивидендов, никаких плюшек, извините простым языком скажу, обычный народ и общество этих стран не получает. Если в Латинской Америке может быть что-то, то в африканских странах, понятное дело, там очень сложная ситуация, вот эта клановость и вот все, что происходит в ужасе того, и образовательная система, я сейчас говорю про маленькие страны африканского континента, да? С кем нужно работать непосредственно? Через кого можно переломить эту ситуацию? В первую очередь необходимо работать из Украины через средства и навещания, и расширение вещания на Латинскую Америку, продвижение их с помощью привлечения местных предприятий, которые этим занимаются, через социальные сети, через местные средства массовой информации, наложение прямых связей с местными латиноамериканскими средствами массовой информации, испаноязычными, португалоязычными, которые вещают на Аргентину, Бразилию, Чили, Мексику. В этой ситуации необходима также организация мероприятий, подобных тем, которые были проведены в Африке. Имеется в виду организация поездок делегаций украинских, которые будут уже налаживать отношения с местными политиками, проводить встречи с представителями средств массовой информации, брифинги и налаживать, собственно, прямые контакты, которые уже помогут в дальнейшем продвигать именно украинскую историю, украинские нарративы, и сопротивляться активно российской пропаганде, не полагаясь при этом полностью на то, что оно либо все само решится, либо то, что эти проблемы решат за нас наши американские партнеры. Да уж, само точно, Денис, ничего никогда не решается. Спасибо вам большое за включение. Сейчас очень вы востребованы, часто говорим о глобальном юге. Спасибо вам, что отзываетесь. Денис Маскалик, координатор направления международной политики в Центре политических исследований «Доктрина».